Сахмед 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 фараоны отождествляли себя с ней. Нередко на древних фресках цари древнего Египта изображаются с горящими стрелами в руках. Это оружие является символом Сахмет, которое решительно разит врагов, то есть выполняет то, что должен делать любой властитель для своего народа. Древние египтяне считали Сахмет вестницей воин, однако они не относили ее к злым божествам. Несмотря на то, что по приказу Ра, она спустилась на землю и уничтожила едва ли не весь род людской. Ее называли защитницей. Сахмет разрушительная сила, однако она необходима в борьбе с настоящим зломом. В Египте верили, что при отсутствии должного почтения Сахмет может жестоко наказать даже невинных людей. Например, во время правления Аминхотепа III в Египте бушевала страшная эпидемия чумы. Вспышка заболевания прекратилась лишь после того, как по приказу фараона было изготовлено более сотни статуи Сахмет. Как ни странно, но семья Сахмет не разделяла нрава богини. К примеру, супругом полульвицы был бог Птаха, великий создатель и творец. Центром культа этой пары являлся город Мемфис. Однако храм Птаха находился за городскими стенами, поскольку подчеркивал отрешенность бога от всего мира. В честь Сахмет жители Мемфиса приносили дары львам, которые содержались при храме богини. Не менее популярным местом поклонения Сахмет был город Гелиополь. Также святилища строились неподалеку от пустыни. В тех местах, где обитали львы. Праздники в честь богини устраивались в середине зимы, когда солнечный день начинал увеличиваться. Сыном Сахмет был Нефертун, который еще больше отличался от своей матери. Он был покровителем растений, а изображался в виде юноши с цветком в волосах. Единственная черта, унаследованная от Сахмет в его облике львиная голова, что порой встречается на некоторых рисунках. С одной стороны, жестокость богини и кровожадность нельзя спорить, но с другой Сахмет могла воплощать в себе качество защитницы, верной дочери, любящей супруги и матери. Во многом она была связана с катаклизмами и происшествиями, которые были за пределами власти людей, что и делала Сахмет одной из самых могущественных представительниц Древнего Пантеона.